Роман Забаров Раньше, да, тяжело было. И зарплату раз в полгода давали. А сейчас, каждый месяц, хорошо. Только работа. Ну, она пошла. Сейчас работа в удовольствие. В овощи как. Ну, сейчас такой техникой, да? На такой технике. Кондиционер, все удобство. Так что жара не страшно. Все механизаторы агрофирмы демонстрируют стопроцентную готовность своей техники к сезону. Комиссия Министерства сельского хозяйства и продовольствия осматривает технопарк. Проверяет прохождение техосмотров, работу пунктов техобслуживания, наличие документации по охране труда. Также оценивает объемы имеющихся запчастей, минеральных удобрений и посевного материала. Такие проверки уже прошли во многих муниципальных районах. Особый акцент на обеспеченность аграрии в топливом в условиях санкций. По горючим и смазочным материалам вообще проблем нет. Мы практически на 100% обеспечены полностью на сегодняшний день. Ведут переговоры с Татнефтью по заключению льготного топлива для проведения осеннеполевых работ. То есть ни в одном хозяйстве проблем не возникло о том, что нет ГСМ. Проверяющие общаются и с самими механизаторами. Напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности в процессе работы, отвечают на вопросы. Агрофирма входит в холдинговую компанию «Чистополье», которая работает уже в пяти близлежащих районах и география освоения земель продолжает расширяться. Настрой у всех, у всех механизаторов, у всех хозяйств ждут уже быстрее бы быстрее в поле выйти. Настрой хороший. Готовы к работе. В принципе, все есть для этого. Трагедия произошла на 134-м километре трассы Казань-Оренбург. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Ивека». В результате сильного удара «Ларгус» загорелся. Следом за ним вспыхнул грузовик. В аварии на месте погибли сразу шесть человек – водитель и пассажиры «Ларгуса». Сейчас в списке устанавливаются, потому что точного понимания, кто же там был, пока нет. Более того, и самого водителя мы понимаем только по принадлежности автомобиля. И, собственно, исходя из собственника, говорим, пока предварительно кто был за рулем. Как поймем, тогда, соответственно, будем уже говорить более предметно. Седьмой пассажир легкового автомобиля был доставлен с травмами в Чистопольскую центральную районную больницу. Водитель и пассажир грузовой машины не пострадали. После столкновения с автомобилем именно они вместе с очевидцами происшествия успели вытащить из пылающего «Ларгуса» одного выжившего. Кто вытащил пассажира одного? Вытащили. С водителем, да? С напарником? Да, и еще уходим. Ну, водители остановились. То есть втроем вытащили одного, да? Тут много народа было. То есть втроежье остановились? Втроежье остановились. А, вы вместе с другими участниками дорожного движения, да? Одного успели вытащить? Самый пожар, уже все там тяжело было куда-то идти. Да, что вспыслило вообще не так. То есть две секунды. Седьмой пострадавший скончался в реанимации сегодня ночью. По показаниям водителя грузового автомобиля и по данным приборов фиксации дорожного движения, обе машины двигались с соблюдением скоростного режима. Установить скорость автомобиля на момент столкновения и все обстоятельства трагедии удастся только после проведения всех необходимых экспертиз. Предположительно, погодные условия – одна из причин смертельной аварии. С ночи именно здесь уже шел снег. И плюс из-за того, что местность довольно-таки открытая, именно с той стороны дул ветер, ну и, собственно, проезжую часть эту переметала. Комбинированная дорожная техника здесь проезжала, посыпала, но в любом случае, с того, что интенсивно шел ветер, снегопад, к сожалению, полоса все-таки была заснежена. Что, собственно, и послужило одной из причин. Сам удар тоже, вы видели, очень серьезный. Здесь для «Лада Ларгус» как раз идет, согласно рельефа, спуск. Ну и, соответственно, вот все это повлияло на силу удара. И, соответственно, мы думаем, что газовый баллон повлиял на само вот это возгорание. Опять-таки, это все предварительно, все будет окончательно установлено после расследований соответствующих экспертиз. Чистопольские кадеты воинским приветствием встречают инспектора Центрального военного округа генерала-майора Анатолия Малоствова. Ветеран вооруженных сил России приехал в школу-интернат для того, чтобы пообщаться с учащимися и провести для них урок мужества. По словам Анатолия Петровича, одним из основных направлений работы инспектора Центрального военного округа является контроль и оказание содействия военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Будущее нашей страны – это в руках нашего подрастающего поколения. Как мы с ними будем работать, как мы их воспитаем в духе преданности своей Родины, так и мы дальше будем существовать. Вот так, как мы раньше воспитывали нас, мы должны это передавать через нашим детям. Если мы эту задачу выполним, то мы будем жить в процветающей стране. Во время урока мужества Анатолий Малоствов рассказал ребятам о том, как стал военным, как проходили годы службы и чем они запомнились. Особый акцент он сделал на патриотизме, в очередной раз напомнив о глубокой сути этого понятия. Современный мир сейчас требует именно, что и самые дети должны быть преданы своей стране. Даже министр обороны в своем выступлении говорит, что нужно подготовить наших детей, чтобы они были патриотами, чтобы они именно несли службу, так как наши деды, прадеды служили. Поэтому мы должны заниматься ежедневно, ежечасно. Сейчас именно вопрос воспитания наших детей. Разговор с кадетами проходил оживленно. Ребята не только слушали гостя, но и сами задавали ему вопросы. В ходе беседы Анатолий Петрович обратился к кадетам с просьбой быть бдительными и не верить в фейковую информацию, которую сейчас часто можно встретить в интернете. Также в ходе своего визита в Чистополь генерал-майор встретился с курсантами технической школы ДОСАФ, обучающимся по военно-учетным специальностям, и студентами сельскохозяйственного техникума. Изображение кошки разбивается на отдельные пиксели. Каждый пиксель слоями нейронной сети анализируется. Это урок цифры, который проходит в рамках Всероссийского образовательного проекта. Тема занятия – нейронные сети и современные примеры использования технологии. Восьмиклассники узнают на простых примерах, как работают нейросети, что представляют собой их математические модели, как перенести их в программу и сделать правильные вычисления. Полученные знания могут профориентировать и мотивировать учеников к дальнейшему изучению информационных технологий, уверен педагог. Наверное, в этом возрасте самое важное их заинтересовать, для того, чтобы у них была мотивация изучать языки программирования, изучать нейронные сети, изучать информационную безопасность, для того, чтобы они сами этого захотели. Ведь если человек захочет, он действительно добьется всего. Хотелось бы заниматься и развиваться в этой сфере. Иван Комендантов пытается изучать новейшие информационные технологии самостоятельно и мечтает расти в этом направлении, чтобы в будущем уметь самому создавать серьезные программы, игры, безошибочно решать задачи, связанные с использованием нейронных сетей. Я и до этого пытался их изучать. Это вообще тема у меня очень интересна. Даже пытался создавать сайты, писать SEO-статьи. Потому что за этим будущее. Они тоже это понимают, они тоже знают. Они знают, что сейчас мы этому научимся и сами сможем вершить историю. Тоже сами сможем разрабатывать, сами сможем делать. Наши разработки, наши интересы самому можно попробовать. Потому что ведь это все есть в открытом доступе. Пожалуйста, делай. Те школьники, которые всерьез заинтересованы изучением программирования, сегодня могут получить необходимые знания на площадке лицея Академии Яндекса. Это двугодичные бесплатные курсы в Чистополе, которые помогают старшеклассникам получить навыки младшего разработчика. Отбор детей на эти курсы проводится ежегодно. Изучение очень понадобится, может, в будущем. И стране нужны, как программисты, очень IT сейчас продвигается. Всегда понадобится эта профессия. Я еще пока первый раз. И хотелось бы, конечно, пока просто узнать вообще, что там предлагают. И в дальнейшем просто из этого уже выбрать. Молодежь Чистополе знакомится с перечнем вакансий на сезонные работы и с движением студенческих отрядов. У каждого есть возможность найти работу на производственных и сельскохозяйственных предприятиях страны, на федеральных строительных объектах, в детских лагерях Татарстана и Краснодарского края, а также получить бесплатное дополнительное образование. Список имеющихся вакансий представлен внушительный. Ленар Мениханов заканчивает сельскохозяйственный техникум. Вместе со своими однокурсниками он участвует в работе ворк-тура, изучает все варианты трудоустройства, и выбор для него уже очевиден. На тот момент мы сейчас планируем поехать в Сахалин. Это производство рыбы. Я надеюсь, что сейчас мы об сегатах говорим все нюансы и уже поедем. Благодаря ворк-туру впервые ребята учатся составлять резюме, вникают, как подготовиться к собеседованию и стать конкурентно способными. На одной из площадок проекта они получают эти навыки в процессе деловой игры. Также знакомятся с проектной деятельностью. Для работодателей отдельная встреча, в процессе которой они получают информацию о новшествах, трудоустройстве молодых людей, в том числе целых студенческих отрядов. Ведь теперь они могут претендовать на государственные субсидии и даже налоговые послабления. Вопрос трудоустройства он всегда актуальный. Но мы понимаем, что на сегодняшний день вопрос трудоустройства он еще стал острее, ведь свою силу лучше направлять на созидание, в нашем случае как раз в вопросе работы. И поэтому, как мы говорим, как принято говорить у нас, не шли вес, э шли вес. Ворк-тур «Работа молодым» проходит в республике уже во второй раз. В прошлом году проект был также реализован в десяти муниципальных районах. В нем приняли участие более тысячи молодых людей и 103 работодателя. В этот раз ожидается более масштабный охват – организаторы ворк-тура, Министерство по делам молодежи и Республиканский центр студенческих трудовых отрядов. Что мы можем предложить? Пусть даже какие-то предложения придомые будут на ваш взгляд. Мы должны предлагать, мы не должны просто сидеть с вами и наблюдать, если мы этим. Речь идет о том, как обезопасить движение на самых сложных участках дорог, как в городе, так и в районе. В Чистополе их немало, и все они требуют пристального внимания властей. Самым аварийным участком сотрудниками автоинспекции признана автотрасса Чистополь-Нижнекамск, и тому есть обоснование. Так как покрытие не соответствует дорожно-плотному, там везде яма, будет добрый баланс содержателя, отметить в этот момент. Небезопасной оказалась автотрасса Казань-Оренбург на 134-м километре для водителей и пассажиров автомобиля «Ларгус». Семь человек погибли в результате лобового столкновения с грузовым автомобилем. Все обстоятельства удастся установить только после проведения всех необходимых экспертиз, но известно, что роковую роль сыграли погодные условия. Ряд откликов получил от своих коллег, которые там проезжали ранее. Они видели этот участок, они сбавляли там скорость, и ведь там практически боковой сильный ветер. Он тоже может повлиять на безопасность дорожного движения. Это тоже нужно учитывать. Водитель в полной мере несет ответственность за участие в дорогах и за пассажиров, которых он везет. Причина большинства аварий – несублюдение безопасного скоростного режима. Проводить профилактическую работу с водителями, жестко отслеживать перевозчиков, те меры, которые необходимо активизировать во избежание новых трагедий. Нужно совместно с ГИБДД, с управлением ГИБДД вот этих непонятных перевозчиков отслеживать. Мы же уже как бы ориентир имеем, где могут перевозить таксисты, газоэлисты. У нас есть автобусы, которые ездят в Москву. В Москву. Не дай бог, что случится. Свои предложения озвучивают на встрече представители прокуратуры, автоинспекции, МЧС, коммунальных и дорожных служб, автошкол. Не без нареканий в адрес служб, занимающихся зимой, уборкой и вывозом снега, содержанием дворов в многоквартирных домах. Учитывать все замечания в будущем – требования властей. Мастер-класс для чистопольских детских команд «Черные пантеры» и «Тернадо» проводят игроки континентальной хоккейной лиги, хоккеисты клуба «Нефтехимик». Вместе с детьми на льду нападающие Владислав Шутов, Рафаэль Бекмулин, Тимур Шерифьянов, защитник Глеб Семенов. Сразу после пресс-конференции они показывают юным спортсменам тонкости игры и оценивают их способности. В любом городе, где столько много льда, столько много времени свободного, естественно, они находятся. Сегодня мы общались с тренером, он говорит, да, у нас есть ребята, которых мы можем отдать, можем передать в другие клубы, где более высокие возможности. Поэтому, естественно, везде есть звезды, везде есть, только нужно их поискать, с ними нужно работать. Это самая лучшая мотивация для детей, вот когда приходят игроки, как ХЛ, поиграют с ними в хоккей, но это самое главное. Это уже второй мастер-класс с участием «Нефтехимиков». Дети разделены на две группы. После небольшой разминки почти два часа идет отработка различных упражнений. Наравне с мальчиками показывают свои умения и девочки. Многие из них увлекаются хоккеем уже несколько лет, соперничества не боятся и также мечтают достичь в спорте больших высот. Участие в мастер-классе для них – возможность закрепить полученные знания и получить напутствие от своих кумиров. Они же опытные уже, и они нам рассказывают, как хорошо играть, ездить. Ну, всякие упражнения. То есть вы рады, что вы смогли у них получить? Да, конечно. Какие впечатления? Ну, вообще мне понравилось. Вообще это первый мастер-класс в моей жизни пока что. Очень рад вижу вообще развитие хоккея, развитие ребят, мальчиков, девочек вот в таком возрасте, во всех, в принципе, городах. Значит, это имеет огромное значение. И вот это будущее наше, потому что и здесь этих ребят вырастут позже. Может, супер-игроки, может, игроки, которые будут в КХЛ играть. После занятий на ледовой арене проходит товарищеский матч по хоккею с мячом между нефсихимиком и Чистопольской командой ветеранов труд. Встреча в Чистополе открывает декаду мастер-классов. Хоккеисты их продолжат в других городах. Встреча в Чистополе Встреча в Чистополе